В одной из школ Шебекинского городского округа произведен капитальный ремонт. Теперь дети смогут получать образование в более комфортных условиях. Также в здании школы будет работать детский сад. Средства на обновление были выделены депутатом Государственной Думы Андреем Скочем. Пусть дети на Белгородщине чувствуют себя комфортно. Пусть дети будут у нас максимально защищены. И вот эту заботу пусть они чувствуют постоянно, как в родном доме. Для жителей села Первая Цепляева этот день особенный. Наконец-то завершен капитальный ремонт местной школы. Для обучения детей здесь созданы самые благоприятные условия. Мне очень нравится. Школа освежилась, выглядит намного моложе. И мне приятно ходить сюда каждый день. Тебе что конкретно нравится? Ну, хорошо, что вот некоторые кабинеты вот изменили. И это как-то, что ли, по-новому настроение задает. Костюмерные и гримерки. Современный актовый зал более чем на полсотни мест готовы принимать маленьких артистов и зрителей. Школьная библиотека поможет любителям чтения с пользой провести свободное от учёбы время. В стенах школы будет работать и детский сад. На сегодняшний день в школе насчитывается 131 ребёнок. Детский сад рассчитан на две группы. Дошкольный блок у нас примыкает к школе. У нас уникальное учреждение, где по данной крыше разместилось. Дошкольный блок и общеобразовательная школа. Две группы детского сада, которые рассчитаны на 40 человек детей. У нас там есть ещё места на сегодняшний день. А общеобразовательная школа в 1 по 11 класс. Средства на проведение капитального ремонта были выделены Андреем Скотчем. Всего в областной бюджет депутат Государственной Думы направил 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Шебекинский городской округ получил более 188 миллионов. Кроме того, фонд «Поколение» подарил школе компьютерное оборудование и спортивную площадку. Результат очень впечатляющий. Сегодня всё задумано, исполнено. Сегодня проведена комплексная реконструкция всего этого помещения. И мы понимаем, что это сегодня фактически новое сооружение, новое здание, которое сегодня будет работать на наших маленьких жителей Шебекина. Всего же в нашем регионе планируется отремонтировать 75 объектов. Большая часть из них уже открыта.